Сартификаты от Гомельского облвыконка, мавыстава виноградеров и пропановы от мяса малышного холдинга. Сегодня Гомель святкует свой 878-й день народжения. Организаторы мкнулись заработать свято максимально разностайным и интересным для всех. Под обязанностью в материале наших корреспондентов. Город майстров и рамесников начал работать в сквере Мяграмыки еще до официального открытия свято. Пропановы на любой густ, причем все выключно эксклюзивная продукция. От дитячих цацок и талисманов до оригинальных сувениров с металлом. В летний период у меня пчелы, я больше занят на пасеке. Но мастерскую, конечно, свою я оставляю. А зимой, когда пчелы у меня уже собраны в зимний период, тогда у меня уже начинается галиванопластика. Я занимаюсь галиванопластикой плотно. Как бы больше времени свободного, и вечера долгие, темные, и занимаемся картинами. Выстава винограду – мероприемство, якое у рамках святкования Дня Гомеля проводится не вельми давно. Но уже используется великим опытом. Как оказалось, аматоров этой ягоды сярод Гомельшан вельми шмат. При том, что и выбор великим. Личится, что сегодня в Беларуси можно выросшивать около 500 гатунков. Считали, что в среднем в Беларуси вызревают до 500 сортов. Ну, а сейчас селекция идет вперед, поэтому вызревает гораздо больше. То есть диапазон очень широкий. И есть еще учитывать технические сорта, то есть для соков. И не только соки. Если при желании у нас можно хорошую отрасль винодельческую наладить. В принципе, сорта сейчас выбор большой. Выбор большой. Просто этим надо заняться. Площа Ленина у День города стала своей особливой визиткой установ аддукации. Тут и молодежные флеш-мобы, и кулинарные шедевры. А позже, до речи, вырабили наученцы Гомельского колледжа кулинары. На наступном тыдне они будут представлять нашу область на республиканском чемпионате лепших по профессии молодых специалистов. У этих поборницах установа принимает удел с 2014 года. И николи ее представники не вертались без узнагорода. Готовимся каждый год. У нас разработана целая программа подготовки, стажировок. Мы в рамках этой подготовки сотрудничаем с Российской Федерацией и с Республикой Италия. Ездят туда наши специалисты на стажировку и сами на участие в конкурсе. Зарабить свято цикавым для всех. Эту задачу организаторы вырошили самыми розными способами. На той же пляцовце установа дукации организовали майстер-класс с уделом каваля. Поспробовать свои силы пропоновали Утымлику и подлеткам, что дозволило им реально оценить свои махшимости. Для неготового человека это сложно, да, руки все забились, но это очень интересно. Интересно изготавливать всякие вещи там разные. Интересно, ну, сам процесс интересен. Пляцовка для демонстрации спортивных досягнений – набережная Раки-Сож. Головные удельники – выхованцы дитяша юнацких специализованных школ. Тут и девушие шампионы розных узровнев и будущие медалисты. Борец Владислав Ананенко свои силы оценивая адекватно. А тому спочатку различивая на шампионский титул республиканского узровнев. Стать чемпионом республики, чемпионом Европы, чемпионом мира. Выиграть все, что только возможно. Все реально. Люди же добываются, значит, всем все реально. Еще одна пляцовка, якая, выкликая повышенный интерес у гомельшанных гостей города, подрыхтована супрацовниками Держаутоинспекции. Тут и выстава техники, якой милиционеры корыстались ранее, ци корыстаются зараз. У областной ДАИ рыхтуется достворение уласного музея службовых машин. Але сегодня это еще не экспонаты, а тому их можно выкорыстовывать, як своя особливая фотозона. Тут же можно отрымать и уникальный документ – дитящее водительское посвечание. Необходно только пройти тест на ведание правил дорожного руху, термин деяния до досягнения полнолетия. Стараемся напомнить азы правил дорожного движения. Дети с удовольствием решают какие-то задачи, направленные на безопасность дорожного движения. Также представляем здесь технику, которая использовалась сотрудниками органов внутренних дел раньше. Также показываем современную технику, на которой сотрудники работают в настоящий момент. Гражданам очень интересно. 12 годин дня, 12 вероятеля 2020 года. На головной плясу Цисвята начинается официальное открытие Дня города. 878 день народжения Гомельсу строкае квитнейшим, утульным и солнечным. Только за прошлый год тут открыли школу, некольки детящих садов, бассейн, поликлинику для дорослых. В ближайших планах – будовництво Яшэдной школы и одновление будовництва так званого «Усходнега обыходу», який станет одной из основных транспортных артериев Гомеля. И в якости подарунка от Аблова-Канкама – три сертификаты по 1 млн рублев каждый. На открытие спортивных гульневых плясовок, реконструкции приемного отделения больницы худкой медицинской допомоги и возведение навышальной установы в микрорайоне «Хутор». И в рамках этих аж официйных открытся – уручение посвечения об занясении на городскую дожку гонору. Лепшийся род районов – Новобелецкий, лепшее промысловое предприемство – акционерное товарыство «Милкалита» и «Гомель-жалезобетон». И в якости уже неофицийной частки – великий концерт с уделом зорок белорусской эстрады и мясцовых творческих коллективов. Концертных плясовок у Гомеля в этот день увогули шмат, бадая одна из самых великих – каля лядового палаца, где проходит организованным мясомолочным холдингом «Мясмолфест» – фестиваль ежи, музыки, разностайных конкурсов и доброго настрою. На протягу 12-ти годин без перепынков. Очень нравится праздник, и мы любим такие мероприятия массовые. Мы очень всегда активно участвуем во всех конкурсах. Круто, здесь много людей собралось, круто организаторы сделали. Нам здесь нравится, потому что здесь много аттракционов, музыка постоянная. Хочу сказать, что все прекрасно. Беларусь наша на высшем уровне. Все. Спасибо за так. Спасибо вам, хорошего настроения. Все. Всем вам всего хорошего. Алексин Цюров, Сергей Краснобород, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».